всем привет ребята новая серия рад вас всех приветствовать я загрузился в ленинградской области вчера грузился и уже еду погрузку не снимал что обычная погрузка металл профиля эти конструкции загрузили ничего такого единственное что хотелось бы вам показать да я еду сцепка немножечко видите прицеп не мой прицеп не мой потому что мой пока что на ремонте стоит прицеп не успели мне его сделать крейс поэтому прицеп не мой так что в общем еду на екатеринбург через пермь вернее санкт-петербург через пермь через екатеринбург выходило у меня видео по поводу ручников вот этих вот это мне писали хвостя сам все подписано для дураков там все понятно нихрена там не понятно это все вот только кажется так легко и просто на самом деле все вообще не подпит трубки не под там трубка подписанная только на прицеп остальные вообще не подписаны а в общем в чем задача хочу с вами поделиться не знаю может у кого такая ситуация была может у кого-то нет может кто знает как ее решить в общем поменял я эти ручники со своим прицепом у меня была ситуация что когда я торможу меня контура вот так вот делают но не всегда не иногда делали иногда не делали короче хер знает вот сейчас вот с этим прицепом я еду и у меня такого нет получается косяк в прицепе ладно с этим я согласен возможно там у меня кран зашипел там надо его менять может быть что-то с ним далее 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 сейчас отъеду и вот прям заметил что очень часто скидывает воздух получается машина разгрузка часто срабатывает вот так вот на старом крайне такого не было еще заметил это как только поменял кран такого по идее ну не знаю вот с чем опять это связано с краном сможет осушитель пара катриж там поменять тоже короче не знаю может быть блин не знаю короче здорово нормально давай давай удачки андрюшка регион попался у нас прям в эфире в прямом на бензовозе ки проехал я раньше работал на этом бензовозе а в общем получается что получается то что часто вот вот буквально сколько я сейчас записываю каждые три минуты 4 может быть она срабатывает это не есть хорошо там или каждые пять минут возьмем это очень плёх в общем еще такие вот мысли есть далее что я выяснил что у меня на моем прицепе разбитый шкворень вот полуприцепа то что в седло заходит потому что с этим прицепом у меня не бьет ничего а седло я кстати ремонтировал не так давно новый ремкомплект ставил с моим прицепом бьет причем бьет нагруженную на пустую не бьет но это не проблема корень поменяю небольших он там вроде бы денег стоит со временем поменяю так что че еще ну в общем то и все в остальном все то же самое прицепе классный крона шторный ну я вам его буду как-нибудь где-нибудь я вам его покажу по вибрации да есть вибрации на автомобиле небольшие я кстати еще думал может у меня на прицепе какой-то диск там криво едет нет то есть по вибрации все то же самое прицеп ой видят себе так но будем еще ехать по одной дороге где-то вот хорошие вибрации происходят там посмотрим так ну записал уже на 6 минут разгрузка сработала получается почти два раза то есть она бывает по-разному срабатывает когда долго когда быстро вот чё чему непонятно но сто пудов буду менять наверное я попробую старый свой поставить ручник и проверить как с ним будет работать потому что все таки я грешу на ручник через него проходят там магистрали а здесь в этом ручнике клапана ли какие-то не те у китайский есть китайский с него я возможно возьму вот эти рукояточки плюс резиночки все и переставлю на свой мой то оригинальный поэтому будет так вот лучше стекло грязное у нас сезон пошел комаров что-то прям очень много поэтому мы вот прям перед выездом стекло и уже все грязное утренний обход машины так смотрю обязательно утечки вот капелька так бывает так бывает да да может это и не моя так вчера тут комары самоубийцы суицидники разбивались о новый бампер краску тут шатали полностью так ну что прицепик вам показать крона как говорил время уже 9 надо выезжать и этот обзоры делаю так колесики колесики отлично запаска на месте так фонарики все на месте вот так что у нас тут не шипит ничего нет все хорошо все отлично вторая запаска на месте если что она мне не подойдет это с европейца так со стороны колесики все в порядке воздух держит отлично прицеп мне нравится прям вообще отлично так вот эти вот застежки вы постоянно вот видите они сваливаются за ними надо следить так огнетушители на всякий случай на месть ну на всякий случай мало ли кто-то говорил тут на стоянках воруют у тебя все своруют вот такая шторка тронка ладно все у нас пучком так что погнали работать шахарова по моему да это я как-то один раз неправильно назвал садейкой это шахарова вчера авария там была не знаю растащили по моему растащили до мерседес короче он там стоял на повороте с рено аркана но рыно на самом деле крепкая оказалась вот то бы что не говорил там до водителя даже не дошло на рыно но подушки все сработали а у мерседеса выбило колесо он ему балку выбил колесо я вообще и на кто там был прав кто виноват они оба стояли уже за поворотом поэтому крепкая машина рено колбыча не говорил вот сейчас я вам покажу а это не мне вроде марседес говорил это man это не мерседес арена уехала уехала не своим ходом понятно короче вот он стоит по походу без прицепа ехал это ман нижний новгород поведите колесо просто сломал просто я не знаю там нормально так причем это колесо в одну сторону то колесо в другую у него сторону при волжье транс парень насобирал скорее всего ему легковая а вот кстати следы скорее всего ему а вот кстати то одну тут я не знаю сушите 4 там вон там вроде как авария это произошло скорее всего я так понимаю не man виноват не может наш коллега виноват скорее всего виновата но она может летела а поворот вот этот не заметила и в этого мана как раз ты врезал манта наверно оттуда шел вот так получилось ну об этом знают только они и гаи блин вас чего прорвало то там чё про бас такой или чё вот вообще смотри там никто здесь прям идут идут и идут видимо какой-то этот ехал как он пробку который собирает забыл как он называется но все уже здесь проехали теперь там едут но теперь мы долго будем стоять ну все ладно выключаешь а вот еще что не сказал про по поводу света с новым бампером свет конечно ну я его и до этого настроил с новыми фарами хорошо но с туманками вот этими ближний намного конечно стал освещать обочины лучше а дальний когда включаешь он прям вообще он прям все освещает все как положено но это еще не регулировал это еще надо их отрегулировать как следует но никто не моргал вчера по трассе я ехал все нормально сейчас еду на ходовых туманочках тоже хорошо что ну и на габаритах потому что от габаритов меня работает камеры компания nscar наши классные правда сейчас вот нету у меня видите не работает две камеры которые в моем прицепе стоят это камера заднего вида и камера которая смотрит внутрь прицепа и и поставить эту камеру я ее переставил и очень хорошо наблюдать за грузом и очень хорошо хорошо когда привыкаешь к камерам просто вот парковаться где-то что-то еще вот очень-очень-очень выручает вот до сих пор езжу и кайфую с этими камерами тем более вот правильно правильно вы подсказали что прицепы и поставить эту камеру я ее переставил и очень хорошо наблюдать за грузом за погрузкой за выгрузкой вот поэтому но в рейсик скатаюсь рейсик съезжу без камер ничего страшного главное вперед она у меня пишет как видеорегистратор записывает сбоку пишет мало ли там какой-нибудь чайник будет притираться будет как тяпы доказательства и все когда видели такое я еще нет короче мозаи с какой-то бочкой сментовозной или чё едете у него она постоянно парит вот динит она или парит вообще непонятно или ты и звездка короче жесть просто он распыляет на всю дорогу эту хрень так как бы ездить нельзя ребят либо ездите по каким-то другим дорогам где это можно такие на шаре ушел короче он видимо местный тут чисто выскочил наверно на трассу и проехал там пару километров и снова куда-то свернул ну это как вот эти дровосеки и вообще по барабану вчера ехал по-другому и по-другому по-другому Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Просто лесовоз выезжает с леса Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подъезжаю К констракшену Впереди Опять у нас буй Заодно и проверим Как Выдержит ли новый бампер Мои Самодельные кронштейны Эту дорогу Не отвалится ли ничего Склазь тут у меня всегда Предельная Не сильно большая Потому что трясет На самом деле очень сильно Америка Кто Кто не знал Ребята Америка это жесткая машина Не надо вот думать Вы сели и на легковую Нет Это жесткая машина Отличается она от легковой Отличается она от легковой Очень сильно Плюс Если у вас На Америке Гнев по себе Все И Передняя Там Передняя подвеска На воздухе Максимум Все Если Нет Это очень жесткая машина Ну Тут конечно сильно не разгонишься Но это еще хорошая дорога Мы тут едем 50 А вот Далее Это будет вообще Констракшн Снова буй Снова констракшн Останавливался сейчас Перед этой дорожкой На Кофе Брейк За одной пельмешей отобедал Еще из дома Вез короче Жена сварила Вот Вез их с собой Я еще должен был конечно позавчера съесть Ну Все что Попадает В мой холодильник Задерживается Там Надолго Короче Едок я так себе Прошелся по кругу Посмотрел Бампер на месте Ничего пока не отвалилось Все держится Все хорошо Но Выводы рано делать Выводы надо будет делать Когда я домой приеду Потому что Километраж Как раз У меня на круг Выходит 5500 почти И В принципе За это время Спокойно Что-то может Открутиться Разболтаться Вот Надо будет Домой приеду Приведу вам обзор Все ли на месте Ничего ли не отпало А так Хурую Чего Погодка клевая Погодка классная Жалко Кандии не работает Он 27 вообще Показывает Градусник 22 Точно Есть А Кондей 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 Я Короче Не могу Сделать Мне Надо Менять Менять Радиатор Салона Вот Этого Печки Ну Не печки А кондиционера Есть Он На разборке В Я Хочу На обратном пути Заехать И Забрать Его Может И Мой Можно Там Запаять Но Лучше Взять Рабочий Потому что Вдруг Либо будет На запас Либо Бой Уже Труха Потому что Я его не снимал Не знаю Так что Вот так Покоряем Суровый Дальний Восток Как говорится Но Однажды Мы его Покорили Теперь Нам ничего не страшно Даже Дорога через Буй Это Легкое Волнение Такое Даже Не волнение А просто Легкое Воспоминание О прошлом Ребят Я на выгрузке Все Нормально Доехал Я уже Короче Меня загнали Под кран Сейчас будет разгружать Все документы Прописали Все нормально Я по-китайски До сих пор не научился Разговаривать Блин С ними сложно На самом деле Они тебе объясняют Вот Единственное Что я понимаю Потому что они меня машут Об этом ничего не понимают Вот Вот Хотел вам показать 400-тонный Липхер Кран Е-мое Это прикиньте Какой он здоровый Он Он Выше Девятиэтажного Дома Ну Наверное Еще Конечно Не полностью Собран Но Это капец Китайцы Ну Кто их не видел Вот 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 Разгружаются Разгружаются Разгружаемся Вчера поставил сетки Потому что комары и мухи просто заколебали Залетают и залетают Так Тут Так А я на Кировском заводе Ты Глядишь Какой он классный Бронированный Кировец Нельзя Наверное Такой Снимать Ну ладно Не знаю Куда он поедет работать Наверное На освобожденные территории На Кировском заводе Загрузился И Выезжаю Вчера в Гатчине Загрузил первые Три слитка Металла Слитка Да Как этот Как Слитки Как золото сразу Понимаешь Но есть металлические Слитки Ладно И это В общем Все Здесь еще один Загрузил И Полетел Верхний Уфалей Прикиньте Ребята Верхний Блин Уфалей Вот Она Мощь Страны нашей Кировец Красавчик Просто Красавучик Там Кондер Все дела Не то что У нас в Америке Да 24 вольта Написано Он 24 вольтовый Оказано 12 вольт Так Все Выезд И погнали Вот Ребят Как надо в Питере ездить С туманками Смотри Перчатками их просто завесил Друган Извини На Мане Ну Номерок твой запальнул Ну Ты красавчик Вообще Вот Всем так надо делать И проблем не будет Ни у кого Номерок твой Так Ребята Наелся Наелся Напился И дальше Поехал работать Поселок Весь На Вологду Кафешка Конечно Вкусная Вкусно Поел Вкусно Попил Да не дешевая Но Едобно Это то Взял короче Порцию Пельмешей Порцию Соляночки Вообще Отлично Так что Нормально Всем доброе утро Ребята Утро добрейшего Кофеечку сейчас попил С булочкой И могу Выезжать Стекло Помыл Лобовое А машину Завел Смотри Пепел С трубы налетел Такое бывает Так Ребята Все еще спят Готовятся К выезду А мы уже готовы Михайловское Подворье Здесь я ночевал В тушке раз ходил Готовы Помылся Вот Эту газельку Я вчера обгонял Нормальный Водила На газельке Челябинская Газель Мир Будет смотреть Респект тебе Я еду Он говорит Он говорит Если будешь обгонять Я придержу На газельке Прикиньте Мне говорит Я такой Нормально братуха Давай все Обошел его Так Так Выезжаем Трасса М8 Едем До Данилова Заправляем аппарат Топлива у нас Чуть меньше Пол бака Нам До дома Не хватит И снова Буй Который Кончился И снова Мы едем По Бездорожью Ехал сейчас коллега С Веренбурга Впереди меня уже едет Я в магазин останавливался Он здесь говорит Постоянно ездит Так же на Питер Но Честно Конечно Да Если ездить тут Не перегруженным Не сильно легким То В принципе Это нормальная дорога Вон идет коллега Встречный И ничего Но сейчас приходится здесь ездить Потому что Вариантов других нету Кто то через то тьму ездит А через то тьму Я ездить не могу Потому что Тот тоже Свердловский Я привязан к заправке У меня заправка по топливной карте Так Заехали короче в Галич Пообедал Вернее уже поужинал Время Уже Четыре часа Говорю Заехали Потому что Там вон Вольвочка Сзади Желтенькая Едет Вместе мы Едем С буя Вместе Пообедали Блин Блин И тут едут И там едут Дядечка хороший На Вольве едет Тоже своя машина у него С Рефом В Тюмень он едет А я еду В верхнюю фолей Что-то На телеге Массы нету что ли А я же говорю Это не моя телега А это у нас перед Пермью Там ремонт дороги Получается сны твои Вот легковые Летят Этому похер на всех нас Вот А этому тоже похеру на нас Он полетел Говорит что надо за ним проследить Что тот так быстро поехал Я тоже сейчас так же поеду Я говорит прослежу за ним А мне говорит просто пох на вас Я самый умный Интересно Ремонтов нет А мы просто не ехали Непонятно Прекрасное утро Деревня Ключи Стояночка Кафе Я ночевал за Кафушкой Вон там Американецом тоже Вольво стояло Причем Он едет со мной Я его короче Видел еще Сейчас скажу Еще В Шексне Я где ночевал В Михайловском подворье Вот он оттуда с утра рано выезжал И я след за ним Короче он вперед меня приехал Буквально вот вчера он заезжал туда Время у нас Полдевятого Тишина Тишина на дороге Просто вот Просто тишина Никого нет Чистый не чистый Я завтракал Нормально Никого нет Едь да едь Не то что вчера вечером Извиняйте Не то что вчера вечером Я вчера встал Где то время было Десять часов Наверное вечером Или полдесятого Где то так Народу просто был капец Вот Просто вот Трасса вся забита Ну воскресенье Воскресенье Тут по другому это никак А сейчас гляди Отлично Никого нет Газуй да газуй Правда туман Такой нехилый Но он рассеется Часа через полтора Я даже стекло не мыл Просто я с утра проснулся Смотрю О нифига себе Нормальное стекло Такой Ну пару раз махнул щетками И готово Не стал его там натирать Выходить Так что то десятая не зашла Зашла Поэтому вот так вот Все прекрасно Мы едем Сегодня мы приедем на выгрузку Это у нас Еду я Повторяюсь Верхний Уфалей Куда то на завод на какой то Везу им слитки металла Так Ребята В каске только передвигаться Можно только в каске здесь Короче я на заводе В верхнем Уфале И получается что Я выгрузился И мне еще здесь грузиться домой на Челябинск Так Вот так вот Из дома недавно каску взял Машину Прям она очень пригодилась Так что До завтра походу я здесь зависаю Вот Такой вот красивый оранж Какой то групп Так Что у нас Так Ну все удачно Короче сейчас позвонили Сказали что Я могу заезжать обратно туда и грузиться заново Представляете Какая удача Так что надо короче сейчас Развернуться ХО-хО-хО-хо-хо-хо-хо-хо-хо То есть там машина сейчас грузится Она сейчас выйдет И я спокойненько в принципе заеду И буду ждать погрузочки Еще бы тут развернуться было бы вообще шикарно Так ребяточки я загрузился Классный завод Вообще я вот Хоть и побегать пришлось там Но зато все быстро все четенько А это, кстати, самый центр города Уфалея. Это верхний Уфалей, это не нижний. И я еще в час пик выезжаю, 17.45, представляете? Вот так вот. Вот у них тут. Там, блин, не заснял, Ленин тут делал. Я даже и Ленина не увидел. Вроде улица Ленина, центр, а Ленина не видать. Ну все, ладно, выдвигаюсь по навигатору. Хоть как бы и считаюсь местным, да, но не знаю я этот город, вот вообще честно. Я здесь проездом на рыбалку ездил, и то по навигатору. Впереди Вольво едет, такая же, как у меня. И вот смотрю, у него выхлоп. Не такой черный, как у меня, у меня почернее выхлоп. Но у меня солярка темная еще от этого. Но у него и двигатель, может, не камень состоит. Сейчас буду обгонять, посмотрим. Пока что не обогнать. Давайте вот здесь вот так гоним. Да, вот такая же, один в один. Только с низкой крышей. Походу нагрузил нормально так. Зеркало уже не видно. Итак, ну что, финалочка. Финалочка нашего рейса. Приехал на мойку, на автодорожную. Там ребята тоже, сейчас очередь жду. В общем, по прицепику, ну что. Кстати, вчера, вот смотри, сейчас позже по прицепу. Вот вчера сколько было комаров-самоубийц. Сейчас будем всех отмывать. Представляете? Вообще капец. Вон их что-то. Стекло еле отмыл. Просто шуба из комаров. В общем что, пришло время прощаться с прицепом. Хороший был прицеп. В плане, ну и у меня в рейсе был. Сейчас его помоем еще, освежим, так сказать. Пускай будет чистенький. А то что, я накатал, он пыль на колодках осела. Кто следующий поедет на нем, тот хотя бы будет радоваться чистому прицепу. Вот все бы хорошо. Да, единственный момент по прицепу. Он идет отлично, все нормально, все тормозит даже, как мой. Классно у него крыша вот эта вот просто взял. Сейчас я вот приехал на выгрузку. Просто расчехлил ее, зачехлил. Вот в этом плане, да, мне нравится. Классно вот все. Не как у меня, что надо там бока расчехлять. Вот это все. Ну, в принципе, у меня такой прицеп, этот другой прицеп. Все прицепы, как говорится, разные. Так что, спасибо тебе прицепик за этот прекрасный рейс. Рейс. И все будет нормально. Да, конечно, шришки, косички везде у всех есть. Без этого никак. А так, все на месте, все, запаски все на месте. Короче, ладно, что я рассказываю. Сейчас помоемся и на базу. А потом поеду, кстати, за своим прицепом, ребят. За своим прицепом поеду. Но это уже будет совсем, это уже будет совсем следующий контент. Вот, так что подписывайтесь на канал и не пропускайте видео. Всем пока.